Олегу Михайлику, в которого стреляли в конце сентября, вернули госохрану. Недавно он перенес операцию по извлечению пули из легкого. Активист пообщался с журналистами в бронежилете и в сопровождении полицейского. Он рассказал, что операция в Германии прошла успешно, хоть и с осложнениями, и длилась 5 часов. Мне действительно удалить часть легкого. У меня на груди довольно большой шрам, где-то 20 сантиметров, что пришлось скрывать грудную клетку для того, чтобы добраться до легкого. То, о чем я говорил, операция не произошла лапароскопическим способом, потому что пуля находилась очень глубоко в легком, ближе к спиной, ближе к позвоночнику и закрыта аортой. И поэтому врачи отказались использовать этот способ. Активист отметил, что украинские силовики все время затягивали с подачи необходимых документов и сейчас извлеченную пулю не направляют на экспертизу немецким криминалистам, поскольку нет нужного документа от украинской прокуратуры. По словам юристов Михалика, выводы иностранных специалистов можно будет сопоставить с украинскими. Адвокаты сомневаются, что извлеченная пуля подходит к изъятому у подозреваемых пистолету. Для нас главное – это зафиксировать кулю и дать ответ гражданству и для себя вопрос, какая оружие, это немецкая, нам дать, даже неофициально. И причетна эта куля может быть причетна до того виду оружия, который вылечили у подозреваемых грузинцев. Те патрони, которые нашли, шесть патронов у этих грузинцев, они не подходят до того пистолету, они в патроннику наполовину застрелят. Тобто, имеет место, как на меня, подкид, фальсификация, определенных доказательств, они даже не нашли те патроны, которые могут подходить до того пистолету. По словам адвоката, следствие всячески саботируется, а процессуальные действия затягиваются. Доверие ни у него, ни у Михалика, правоохранителям нет. Кроме того, активист заявил, что у него есть мерские амбиции, и он готов баллотироваться от демократических сил.